Где предстоит жить и работать, а главное для кого. Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский прогулялся по центру Иваново. Город, как и положено, представлял мэр Владимир Шарыпов. Получилось достаточно скромно, без помпы и сопровождения, если не считать журналистов. Под зонтами от площади Пушкина отправились к памятнику Фрунзе. Губернатор из прошлого и, возможно, губернатор будущий. Затем Владимир Шарыпов рассказал о реализации программы комфортной городской среды в областном центре. Как пример, сквер мастеров. Работы там продолжаются. Затем первые лица отправились на Нимлофт пешком без машины. Сегодня пространство бывшей фабрики активно осваивают инвесторы. Здесь создается новый современный городской квартал. Солидную площадь, кстати, теперь займет административный центр одной из известных в России страховых групп. На работу будет принято около 500 сотрудников. Будет заниматься сопровождением договоров всей филиальной сети на территории всей России. Все это будет сосредоточено здесь, в Иваново, на рабочих местах, которые мы сейчас с вами видим. Всего у нас предусмотрены три таких open spaces, которые оборудованы по европейским условиям, скажем так. Для комфорта сотрудников у нас предусмотрены комнаты отдыха, кофе-пойнты. Так как основная часть персонала – это женщины, да, и женщины с детьми, у нас предусмотрена комната матери и ребенка. Также губернатору и мэру представили идеи по освоению городского пространства. Это абсолютно жизнеспособные инвестпроекты, которым на данном этапе недостает финансовой поддержки. В целом же прогулка получилась продуктивной. Станислав Воскресенский одобрил все начинания молодого мэра и внес несколько своих предложений. Ну, во-первых, Станиславу Сергеевичу понравилась сама идея проведения к 150-летию города какого-то федерального, а лучше международного события. Единственное, что прозвучала такая небольшая критика, что надо делать не какое-то новое событие, как мы собирались, креативный фестиваль, а надо привязываться к какому-то международному событию, потому что просто его легче провести. Но сама идея, сама концепция, мы, конечно, ее представили, рассказали, она в целом нашла поддержку, потому что только с помощью какого-то события федерального мы сможем привлечь значительные средства для того, чтобы благоустроить наш город и в целом получить средства на развитие инфраструктуры. Напомним, свой 150-летний юбилей областной центр будет праздновать в 2021 году. Город намерен справлять день рождения с большим количеством приглашенных гостей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.